Чуть больше трех лет назад в центре города, в этом здании, находилось бюро недвижимости. Мы были в этом офисе, правда, через несколько дней после нашего визита его опечатали. Напомню эту историю. В ноябре 2017 года к нам в редакцию обратилась жительница Барнаула Елена. Она хотела снять квартиру. Заплатила 4000 рублей за доступ к списку арендодателей, с которыми это агентство якобы заключило договор. То есть схема простая. Ты платишь деньги, получаешь доступ к базе собственников, выбираешь квартиру, которую хочешь посмотреть, и тебя вроде там ждут. Вы уже договариваетесь заранее с собственниками? Конечно, конечно. Вы едете, чтобы тот вариант, где на квартире вас собственник ожидает. Только, как выяснилось, хозяин квартиры даже не подозревал, что к нему кто-то должен приехать. Мы тогда сами получили доступ к этому сайту, обнаружили там не арендодателей, а мертвых душ. Либо номер телефона вообще не существовал, либо кто-то брал трубку, но человек впервые слышал, что к нему должен кто-то приехать, повторюсь, и вообще слышал впервые о заключенном договоре. То есть в эту базу вносили совершенно случайные номера. Тут сидят люди, которые уже еще не обмануты, которые еще не заплатили эти деньги. Вы уже обмануты? Ну вот видите, вы как на машину попали. То есть мы звоним при вас на громкой связи? Никто со мной до новора никакие не заключал, никакие федеральные агентства. Просто мне сказали, что с вами уже заключен договор. Да, это самое и доброт, они все хотят денежку, чтобы сроки тысячи. Вы отказываетесь не давать официальный отказ, заверенный печатью, подписью? Скажите только да и нет. Расследование уголовного дела было осложнено продолжительным характером преступной деятельности, а также проведением большого объема следственных действий с участием более 160 потерпевших и оперативно-розысканных мероприятий на территории 22 районов и 6 городов нескольких регионов Российской Федерации. В Алтайском крае пострадали десятки людей. 5, 6, 7 тысяч рублей – это суммы, которые клиенты оставляли в бюро. Вернуть свои деньги они не смогли. Люди подписывали хитро выдуманный договор, сами отдавали деньги. Во многом ситуация разрешилась, потому что героиня нашего сюжета не побоялась обратиться на телевидение. Многие люди молчат, обманутые, боятся либо какой-то огласки, боятся быть, может быть, смешными, как это. Ну, я тоже боялась, мне тоже муж говорил, не связывайся. Но в конце концов, почитав отзывы, я поняла, что если не связываться, они так и будут людей обманывать. В данный момент уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой». Дело планируется направить в суд с обвинительным заключением. В мае этого года мы обязательно будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.